Балконы не закрываются, на стенах трещины, плитка падает на головы. Жители советской 32-8 опасаются за свои жизни и пытаются добиться признания дома аварийным. Их даже не радует новость о том, что грядет капитальный ремонт. Его должны начать в этом году. Так что необходимо сделать, чтобы дом признали аварийным? Ответ в следующем материале. Бабушка готовила, ребенок тоже присутствовал, 4 годика здесь. Здесь упала плита полностью на бабушку, ребенок успел 4 года отскочить. Писали до управления, обращались, на что пришел ответ. Возьмите вот так, говорит, подбейте. В экстремальных условиях проживают жители советской 32-8. Их дом едет на глазах уклонно советскую. Дом украшают гнилые трубы и щели в несколько сантиметров. По словам жителей, сантехника вся сгнила, канализация постоянно засоряется. А месяца два назад труба лопнула и затопила кухню. Два дня люди сидели без холодной воды. Балконы уже не закрываются, а щели жители заклеивают скотчем. Зимой дети живут у бабушек, так как в доме очень холодно. Вот люди, комната тоже, они для условия. Даже не могут ее не сдать, здесь боятся проживать. Потому что все, стены все обрушились полностью. По словам жильцов, дом 1939 года постройки ни разу толком не ремонтировали. И вот пришла долгожданная новость. В 2017-19 годах здесь проведут капремонт. Но все жители против. Уже написаны заявления в Государственную жилищную инспекцию и председателю Межведомственной комиссии администрации Северодвинска. Какой тут может быть ремонт фундамента? Вот сейчас мы прошлись по квартирам, какие стены, все рушится. Мы можем, конечно, в любой момент наш дом может раз и все. У нас несовершеннолетние дети, мы сильно боимся спать, потому что идет треск. Мы вот хотели, чтобы наш дом признали непригодным для жилья. Сделали его, как говорится, аварийным. По документам, отремонтировать системы газа, вода, тепла и электроснабжения в доме и вовсе должны в 2041 году. Но жители задаются вопросом, достоит ли их дом до этого времени. Картон, да, сами установили? Потому что мы обращались в дом управления. Раньше рассвет был нам, нигде ничего. Нам пришлось самим, потому что стена полностью рушится. Даже ветренный день у дома пахнет газом. В очередной раз, когда специалисты газовой службы приезжали поправлять эту трубу, они сказали жильцам, что если дом поедет еще дальше, он просто взорвется. В городской администрации нас заверили, дом могут признать аварийным. Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Здесь подскажут специализированную организацию. Она обследует конструктивные элементы дома, ему присвоят процент износа. Лишь после этой экспертизы здание смогут признать или не признать аварийным. Самое главное решить источник финансирования этого обследования. Это могут быть средства текущего ремонта, либо средства собственников. Вот конкретно на этом доме доля муниципального образования 52%. То есть, если собственники решат, что они будут финансировать дополнительно, то администрация будет участвовать в оплате этих работ более чем в половину. Жителям необходимо определиться, будут ли они делать экспертизу. К слову, ее стоимость порядка 30 тысяч рублей. А как заверили жильцы поехавшего дома, если его так и не признают аварийным, они пойдут в прокуратуру, а затем намерены писать письмо президенту. Вот он стоит, такая лицевая, города Северодвинска. Прекрасный дом, прямо замечательный. В дальнейшем, чтобы мы купили себе нормальное жилье и наши дети увидели будущее. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.